Я хочу вам рассказать про свою двоюродную прабабушку, ещё пока можно эту оставить фотографию, с которой я познакомилась благодаря книге моего дедушки, которую я всё-таки прочитала. И сейчас я вам зачитаю, как происходило это знакомство. Дедушка говорит о своём роде и перечисляет братьев и сестёр своего отца. Вторая дочь, Александра Григорьевна, моя крёстная мать, была замужем за Тимашевым Берингом, потомком мореплавателя и географа Витуса Беринга. После смерти её мужа она открыла и содержала женскую гимназию. А после трагической смерти сына Алексея постриглась в монахини. Впоследствии она сделалась настоятельницей Орловского монастыря. В 1939 году была арестована и погибла в тюрьме. Ещё в книге сказано о том, что её отец, ну и она сама была из дворянского рода, имевшего 800-летнюю историю, и что её отец был адмиралом и служил при дворе Николая Константиновича и его сына Константина Константиновича. Всего несколько строк. Но за этими строчками я увидела удивительного человека. И мне захотелось узнать о ней больше. Сейчас этот человек для меня появился, вот она появилась вот из этих строчек, из небытия, из ниоткуда. И стала для меня родным человеком, по-настоящему другом и наставником. Вот спустя столько лет. И я поехала в монастырь. В Орёл, в монастырь. Он, слава Богу, был. И очень меня тепло приняли там. Рассказали о том, что когда восстанавливалась обитель, что в советское время он был разобран, что, ну, как и все, был разорён, разобран, и что и летописи, и архивы, всё было удалено, ничего не осталось. И когда восстанавливали, то приходилось по крупицам собирать всю историю. И они очень долго не могли найти имя последней настоятельницы. Они несколько лет искали, не могли найти. Искали везде, где можно. И в списках реабилитированных, репрессированных, они её нашли. Посмотрели следственное дело. И в следственном деле раскрылась её судьба. В следственном деле чудесным образом они увидели её письма и её записные книжки. И они попали им в руки. Также они попали в руки и мне. Дальше там вот есть фотография, где я держу в руках как раз её книгу, записанную книжку. Это невероятно. И голос матушки зазвучал, заговорил сквозь годы. Не борьба за существование, а уничтожение её. Уничтожение стимула жизни отнять и заменить его стимулом жизни отдать. Вот конечная цель истории человечества. Путь к нему христианства. Путь жизни как отдельного человека, так и всего человечества. Есть путь освобождения духа от животности. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот такие строчки прозвучали. И чем больше я узнавала о ней, тем больше она потрясала меня чистотой своей жизни и верностью себе и Богу. Я расскажу несколько моментов. Меня просили вообще тоже коротко. Я, наверное, придётся тоже сократить. К сожалению, мне это очень трудно. Но, наверное, расскажу несколько моментов, которые, как мне кажется, могут раскрыть её натуру. Как мы уже слышали, что после смерти её близких людей она держала свою гимназию. Да, что она постриглась в монахине, но она постриглась тайно. И после этого продолжала заботиться о своих воспитанницах ещё какое-то время, пока её гимназию не национализировали. И в её гимназии не забрали такой предмет, не отобрали, потому что было запрещено закон Божий. Вот как только запретили, она перестала в этой школе работать, потому что это было против её мировоззрения. В этот самый период её друг, владыка Серафима Строумов, который её и постриг в монахине, он являлся в этот момент епископом Орловским. И он вокруг себя в тяжёлое время для церкви, когда церкви разорялись, священники убивались, без суда и следствия их убивали, крестьяне били, отбирали всё, что могли. Вот в этот самый период владыка собирал вокруг себя людей, верных, преданных церкви. И зная её характер, зная её веру в Бога глубокую и преданность церкви, он призвал её стать настоятельницей монастыря, в котором было много молодых монахинь, которым нужна была крепкая духовная опора. И, что меня потрясает, она принимает этот призыв. Она принимает призыв не только владыки, но и самого Бога. Вот верность Богу она принесла через всю жизнь. И когда она пришла в монастырь настоятельницей, её сёстры сначала не приняли, потому что они её не избирали. И это было очень трудно. И она пишет в тот период, что нужды до слепого мнения, до ложного суждения о тебе, до испытанной тобой неблагодарности. Ты не обязан не следовать пошлым примерам, не иметь успех. Следуй по пути долга по отношению к семье и Отечеству. И несмотря на то, что её вот так приняли, она смогла вокруг себя сплотить населец. И вот в это страшное время, когда всё разорялось, монастырь стал духовным центром в городе Орле. При вот этой нищете в монастыре хорошо велось хозяйство, сохранялась больница, приют. В общем, всё действовало, продолжало действовать. Также проходили ежедневные службы в монастыре. И также в монастыре изучался закон Божий. То есть все желающие, кто хотели изучать, они преподавали в монастыре закон Божий. Но, конечно же, монастырь не обошли все события, которые были в стране. И у них закрывались тоже церкви монастыря. Собор был отдан под клуб профсоюза. Также у монахини отбирали кельи. Их выгоняли силой, выбрасывали на улицу просто вещи. Их могли поломать, выкинуть также на улицу или забрать себе, как им хотелось. Монахиня отстаивала, как могла. Она изучила указы советского времени, как их нужно выстраивать. И как они выстраивались. И она написала письмо в губы с полком о том, что происходит у них в монастыре. И попросила защиты, чтобы монахиням вернули кельи. Монахиням вернули кельи на какое-то время. Также в монастыре под ее руководством открылись две артели, чтобы монастырь смог прослужить как можно дольше. Пчеловодческая и художественная. И благодаря этому как раз им и отдались кельи. Потому что она говорила, что в тот момент, когда мы выполняем очень большой заказ для страны, нас тут выселяют, нас тут вытесняют, и что мы не можем работать. Вот как бы это поспособствовало. Также в монастырь у них хранилась чудотворная икона, которая хранилась в монастыре 200 лет. Икона Балыкинской Божьей Матери. И в один из арестов, ее арестовывали в армии шесть раз, в один из арестов, вот эту икону монахини отобрали. И когда она вернулась, она вновь написала, чтобы ее вернули. И ее вернули. Правда, было одно письмо, вот когда у них закрыли две последние церкви монастыря, она тоже писала письмо, и вот после... В котором написано, что прям дословно, что несправедливость советской власти. И, конечно, после этого ее тоже арестовали. Так, ну что еще сократить? В какой-то момент, когда монастырь все-таки закрыли, и на монастырском кладбище залили асфальтом, мы проходили там танцы, все остальное там жили железнодорожники, ну, в общем, много там всего тоже было интересного. В какой-то момент они там... В общем, собор пришлось тоже разобрать, потому что он там что-то не выдержал. И полностью он был разобран. И, конечно, это все было очень тяжело для настоятельницы и для монахинь, но несмотря на это, когда они уже были выселены из монастыря, они продолжали... Все монахини продолжали считать Игуменю Алексию своей настоятельницей, и они продолжали сплочаться вокруг нее, и она действительно очень внимательно следила за их духовным состоянием. Монахини поселились в частных квартирах так же, как в келях, по 3-4 человека, и в таких маленьких семьях-общинках. И в каждом была старшая. И эта старшая должна была держать ответ перед Игуменей, перед настоятельницей о духовном состоянии тех душ, которые ей вверены в руки. Также она, настоятельница, следила за тем, чтобы монахини вот в этом мире, в который они попали, в котором было трудно продолжать действительно жить духовно, чтобы они выполняли молитвенные правила как дома, так и на службах. Они ходили каждый день, они ходили в храм, который был не закрыт еще. В Орле осталось два незакрытых храма. Вот один из них они ходили каждый день. И монахиня, настоятельница Игумене Алексея, она ходила в монастырь, в монашеском облачении с наперстным крестом, а по праздникам она одевала клобук и мантию. И шла целый квартал по городу так до храма, как будто бы за только одно ношение монастырской одежды не арестовывали. То есть она шла так спокойно во всем этом и давая пример своим подопечным, которые тоже одевались в монашеской, тоже ходили так на службу. То есть вот такой был у нее характер. Когда ее... А, они в миру, они тоже помогали помогали ссыльным священникам, они находили для них одежду, еду, деньги собирали, находили, как им все это передать. То есть они заботились не только о себе, зарабатывая там шитьем, вышиванием, они пытались поддержать тех, кто был в ссылках, тех, кто был в тюрьмах. И главным вот для Игумени Алексея была не только материальная поддержка священников, но и поддержать их дух. Также они помогали бывшим, так называемым, это бывшие дворяне, бывшие купцы, бывшие чиновники. И они, монахини, организовывали сбор денег для них и передавали тоже, потому что те бедствовали и стеснялись попросить. Ну, потому что... И они вот помогали. То есть они продолжали заниматься такой монашеской деятельностью. И все это вот как бы под ее руководством, что вот несмотря на все ужасы, которые переживала, переживала она внутри, в душе, она считала для себя главным поддержать вот этот дух в человеке, чтобы он не... чтобы человек не... чтобы не было раздвоения, да, чтобы вот он остался с Богом. И очень много жителей приходили к ней со советом, и она действительно всех поддерживала, помогала, и вот все время говорила о том, что... Сейчас я вот вам зачитаю. Очень много цитат, но вот, к сожалению, не могу все зачитать. Невероятные просто цитаты. Вот одна из них, как она поддерживала людей. Не презирай своего положения. В нем ты должен действовать, страдать и победить. На всякой точке земли мы одинаково близки к небу и бесконечному. Когда было... Когда было... Вот еще забыла тоже такой интересный момент. Когда было изъятие церковных ценностей, когда еще монастырь был, это приходилось на пасхальные праздники. И все были в ужасе, что сейчас придет комиссия по изъятию. Но, несмотря на это, для монахини Пасха была еще глубже и еще праздничнее. И она вдохновляла... И она вдохновляла своих наставниц. Встречай и проведи праздник в радости, что бы ни было кругом. Христос и днесь, и прежде, и будет все тот же. И в этом его победа. В этом наша сила, наша радость, наш праздник. То есть, вот, человек, он все время старался вдохновлять других. И, несмотря на это, она действительно искренне радовалась. Несмотря на все, что творилось в стране, и она понимала, что происходит, она действительно радовалась Пасхе как великому празднику, потому что это так и есть. И для нее это вот было важно. Когда ее арестовали и пытались сломить ее дух, потому что применяли к ней насилие, ей было уже 66 лет, мы уже в один из арестов. Ее дух невозможно было сломить, и она только укреплялась в вере. Ее сослали в Алмату на 3 года. Там она очень... Ну, у нее и так со здоровьем было плохо, но вот там она еще больше разболелась. И после 3 лет ее не пустили в Орел, не пустили в Москву. Ну, то есть запрещено было так же. И она поселилась рядом со своими родными, которые тоже были созваны. Вологду. И в Вологде она тоже продолжала помогать, как могла, то есть она не могла уже сама собирать деньги для священников, которые страдали. К ней приходили люди за советом, и она просила этих людей, чтобы они организовывали сбор денег, чтобы они помогали священникам, нуждающимся. То есть вот человек все время заботился о других. И также она и письма посылала, поддерживала вот всех. И к ней постоянно вот приходили, тянулись люди, потому что вот был вот такой человек света, тепла, и действительно очень духовно крепкий. В Вологде она принимает схимну с именем Евгением. Это после ареста ее брата, который не вернулся из ссылки. Его звали Евгением, как раз вот мой прадедушка родной. Ее там вновь арестовывают, и она уже тяжело больная, проводят изнурительные над ней допросы ночами, по много часов, также к ней применяют насилие. И несмотря... Она всегда отвечала то, что она думала. И я вам сейчас зачитаю, что она на допросах говорила. Я открыто заявляю следствию, что являюсь по своей идеологии враждебным советской власти человеком. И, вероятно, уже никто не сможет изменить моих убеждений. Советская власть устраивает гонения на церковь, верующих преследует. Не дает свободно мыслить, на церковь накладывают большие налоги. Советская власть – власть безбожия. Ее приговорили к десяти годам исправительных трудовых лагерей, но в тюрьме ее болезни усугубились, ее положили в тюремную больницу. Там ее сердце остановилось. И я бы хотела закончить ее строчками, которые она тоже писала. Вот такая чистота жизни, что ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило, она всегда была верна Богу, всегда находила радость и силы поддерживать других. она говорила, «Живи по Христу, и память о тебе останется надолго. Где есть любовь, там есть и память». Даже несмотря на то, что пытались уничтожить ее, ее жизнь, историю, вот память действительно сквозь года когда она сильнее, когда человек живет настоящей жизнью, когда человек живет верностью себе, верностью Богу, вот такая жизнь, она сама о себе говорит сквозь века. Спасибо.